Арнольд Шварценеггер и другие ветераны голливудских боевиков в понедельник прошлись по красной дорожке в Лондоне. Скоро здесь состоится премьера боевика «Неудержимые 2». Фильм является сиквелом неудержимых Сильвестра Сталлоне, вышедших в 2010 году. В нём снялись Жан-Клод Ван Дамм, Джейсон Стетхем, Джетт Ли, Дольф Лунгрен, Чак Норрис, Брюс Уиллис, Арнольд Шварценеггер и другие звёзды голливудских боевиков 80-х и 90-х. «Я очень счастлив. Я был счастлив, когда был в кинематографическом бизнесе и когда был губернатором прекрасного штата Калифорния. Теперь я опять счастлив, что вернулся в кино». Несмотря на то, что в 80-х все главные актёры «Неудержимых 2» были конкурентами, Шварценеггер говорит, что сейчас он получил от совместной работы большое удовольствие. «Все эти люди делали отличные боевики, хотя в то время мы были конкурентами. В этой сфере всегда была жёсткая конкуренция. У кого мускулы больше, у кого круче экшен, у кого винтовка больше. Но ведь это и создаёт шоу, так что можно сказать, мы заодно и мы в одной команде». И даже на аргумент, что голливудские ветераны уже слишком стары, чтобы делать хорошие боевики, у бывшего терминатора нашлось, что ответить. «Вы знаете, я не смотрю на это с такой позиции. Я всегда выкладываюсь по полной. Всё просто. Так будет, пока я не умру». Впрочем, другой ветеран боевиков, швед Дольф Лунгрен, соглашается – былой формы уже нет. «Становится всё сложнее. Когда ты находишься там, и в кровь выбрасывается адреналин, то не обращаешь внимания. Но потом вечером или утром думаешь – ого, неужели я это сделал? И потом приходится пить что-нибудь более утоляющее. Но, конечно, мы стараемся сохранять форму. И мы по-прежнему в хорошей форме». Ну а Ван Дамм, который исполняет в фильме «Главного злодея», говорит, что перед съёмками старался держаться от остального звёздного состава подальше, чтобы потом ему было легче сыграть плохого парня. «Когда играешь убедительно, это в любом случае задевает. Если говоришь «Я тебя убью», это уже что-то. А потом говоришь «Извини, я играл». То есть сложно говорить это Арнольду Сталлоне. Я здесь о Рокке говорю, ведь это мой друг». Премьера фильма состоится в США 15 августа. И уже 16-го картина выйдет в широкий прокат.